Всем привет, с вами Дима, и сегодня мы почитаем стихи Сергея Есенина. Когда я гулял, наткнулся на магазинчик с книжками и купил себе вот такой чудесный сборничек. Выбрал пять стихов, и сейчас мы их прочитаем. Время позднее, читать буду тише, но проникновеннее. Первый стих, который я очень люблю. Грубым дается радость. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. Эта прямая дорога меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы? Илья не сын страны. Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и зной. Катится в солнце, измокнув улица передо мной. На улице мальчик сопливый. Воздух поджарен и сух. Мальчик такой счастливый. И ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый. Суй туда палец весь. Только вот с этой силой в душу свою не лезь. Я уж готов. Я робкий. Глянь на бутылок рать. Я собираю пробки. Душу свою затыкать. Все-таки грустные стихи у Есенина. Не знаю, то ли мне такие у него нравятся, то ли все грустные. Но те, которые я выбираю, они всегда примерно такие. Ну, чуть-чуть более позитивный стишок. Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад. По пруду лебедям красным плавает тихий закат. Здравствуй, золотое затишье, с тенью березы в воде. Галочья стая на крыше слушает вечернюю звезде. Где-то за садом несмело. Там, где калина цветет, нежная девушка в белом. Нежную песню поет. Стелется синей рясой. С поля ночной холодок. Глупое, милое счастье. Свежая розовость. Щек. Красивый стишок. Очень легкий. Что ж, достаточно тяжелый стих. Поэтому постараемся сильно не грустить. Но такова жизнь. Песнь о собаке. Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, Семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком. И струился снежок под талой, под теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, Вышел хозяин хмурый. Семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, Поспевая за ним бежать. И так долго, долго дорожала Воды незамерзшей гладь. А когда чуть плелась обратно, Слизывая пот с боков, Показался ей месяц над хатой Одним из ее щенков. В синюю ввысь звонко Глядела она скуля, А месяц скользил тонкий И скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, Когда бросят ей камень в смех, Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег. Тяжелый стих. Я его в третий раз пытаюсь записать, Но не знаю, насколько это Хорошее прочтение. Но сложный стих. Прочитаем Что-нибудь Даже руки трясутся после него. Прочитаем Тоже стих грустный, Но про Родной дом. Про то, что Все мы Уходим из дома Родного. И в конце концов Все равно туда Возвращаемся. Может быть Физически Возвращаемся. Может быть Душой Ментально. Но Тем не менее Дом есть дом. Не вернусь я в отчий дом, Вечно странствующий Странник, Об ушедшем над прудом, Пусть тоскует Конопляник, Пусть неровные луга Обо мне поют Крапивой, Брыжет полночью дуга, Колокольчик говорливый. Высоко Стоит луна, Даже шапки Не докинуть, Песни Тайна Не дана, Где ей жить И где погибнуть. Но на склоне Наших лет В отчий дом Ведут Дороги, Повезут Глухие дороги, Полутруп, Полускелет. Ведь Недаром С давних пор Поговорка Есть в народе, Даже пёс В хозяйский двор Издыхать Всегда Приходит. Ворочусь Я в отчий дом, Жил и нежил Бедный Странник, В синий вечер Над прудом Прослезится Конопляник. Даже пёс В хозяйский двор Издыхать Всегда Приходит. Очень много В этих стихах Про берёзы, Собак, Песни, И песни Обычно Связаны Либо С чем-то С какой-то Девушкой, Либо с какой-то Пьянкой, С любовью, С воспеванием Чего-то, Что у тебя Разрывает. И как раз Пьяный стих, Чтоб не заканчивать На самых Грустных нотах. Вот что-то Чуть более Ироничное И, Ну, наверное, Даже позитивное. Клён ты мой Опавший, Клён заледенелый, Что стоишь Нагнувшись Под метелью белой, Или что увидел, Или что услышал, Словно за деревню Погулять Ты вышел. И, Как пьяный Сторож, Выйдя на дорогу, Утонув в сугробе, Приморозив Ногу. Ах, И сам я нынче, Что это Стал Нестойкий, Не дойду До дома С дружеской Попойки. Там Вон Встретил Вербу, Там Сосну Приметил, Распевал им Песни Под метель Олете, Сам себе Казался я Таким же Клёном, Только не Опавшим, А вовсю Зелёным, И утратив Скромность, Одуревши В доску, Как жену Чужую Обнимал Берёзку. Ещё Одна Берёзка В стихах Есенина. Вот очередные Пять стихов Ещё одного Поэта Сергея Есенина. Всем спасибо За просмотр. Подписывайтесь На канал, Ставьте лайки, Предлагайте, Что можно Прочитать Ещё. Из Пожеланий, Помню, Был у нас Маяковский. Думаю, Мимо него Мы тоже Не пройдём. К Маяковскому Наверное Вот мне Сейчас нужен Совет. Какой К Маяковскому Подойдёт Цвет? К Есенину Мне как-то Показалось, Что более Такой Синий, Заледенелый, Холодный. Он много Пишет Про всякие Розовые Цвета, Но душа Как будто Заледенела И встречается Всякий Лёд, Снег, Вот я Как-то Больше К этому Цвету Склонился А Какого Цвета Для вас Маяковский? Я бы Попробовал Наверное Какой-то Яркий Красный Добавить В виде Фона Пишите В комментариях Всем Спасибо И Пока Субтитры Продолжение следует...